Жизнь современного человека насыщена событиями. Достаточно часто появляется ощущение страха, беспокойства что-то не успеть, сделать что-то не так. Такие эмоции мешают нам получать удовольствие от жизни. О том, как отличить обоснованное чувство страха от заболевания, фобии, мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии, врачом-психиатром, кандидатом медицинских наук, ассистентом кафедры психиатрии и медицинской психологии Омской государственной медицинской академии Стаценко Олегом Александровичем. Здравствуйте, Олег Александрович. Здравствуйте, Василий Владимирович. Если на меня вдруг выпрыгнет собака и начнёт лаять, я испугаюсь, испытаю чувство страха. Но, на мой взгляд, такое может быть с любым человеком. Но есть люди, у которых только мысль о собаке уже вызывает страх. И это заболевание — фобия. В том примере, который Вы привели, это абсолютно нормальное чувство страха. Человек должен бояться. Когда мы рождаемся, мы страха не испытываем, и жизнь нас учит бояться. Ребёнок может спокойно смыть руку в огонь, и только потом он поймёт, что этого делать нельзя и будет опасаться этого действия. То есть страх бывает абсолютно нормален. Он адекватен в ситуации, он быстро проходит, он не возвращается. Тогда что такое фобия? Фобия — это навязчивый страх, который, несмотря на бессмысленность, понимание бессмысленности, труднопреодолим. Это страх бессмысленный, абсурдный, иррациональный, который возникает в ситуациях, не угрожающих непосредственно человеку. И он не нужен для выживания. Известно более 500 фобий. Человек может бояться чего угодно в этом состоянии. И открытого пространства, и наоборот, закрытого помещения, каких-то отдельных животных, насекомых, вида крови. И при этом чем это будет сопровождаться? Как это будет проявляться? По сути дела, переживание страха нормального и страха, который возникает, то есть фобической реакции при столкновении с фобической ситуацией, они абсолютно по переживанию идентичны. Все эти симптомы мы испытывали не раз в своей жизни. То есть это чувство тревоги, которое направлено на конкретную ситуацию, которое сопровождается различными соматическими ощущениями. Сохость во рту, тахикардия, нехватка воздуха, к примеру, головная вольга, окружение, у кого-то поташнивание. То есть симптомы могут быть достаточно разнообразны. Они из раза в раз повторяются у человека, как реакция на контакт с этим предметом фобии? Я сейчас перечислил общие признаки тревоги, по сути дела. То есть они, да, повторяются. А может ли быть так, что человек живет обычной жизнью, ничем от других не отличается, учится, создает семью, строит карьеру, до того момента, пока не столкнется с предметом своей фобии? И тут жизнь у него кардинально меняется и ломается, по сути. По сути дела так и бывает. Человек, пока не сталкивается с фобией, он абсолютно ничем не отличается от других. Его адаптация не страдает. При столкновении с фобией, точнее, правильно сказать, не с фобией, а с той ситуацией, которая вызывает его страх, здесь возникают, конечно, вот эти вот проявления тревоги. Это может, в зависимости от вида фобий, значительно влиять на его социальное функционирование и на адаптацию. К примеру, изолированные фобии существуют. Это конкретный страх каких-то, допустим, пауков, острых предметов. Такого рода фобии они практически не влияют на жизнедеятельность, да, человека на его адаптацию. А вот, к примеру, другие фобии, например, агорофобия, которая достаточно распространена, то есть это страх тех ситуаций, где не может быть оказана вовремя помощь и невозможно по своему желанию из этой ситуации выйти. В это понятие включены фобии передвижения, то есть страх ходить по улицам без сопровождения, ездить в транспорте, бывать в больших магазинах. А вот эти фобии, этот вид фобий, он, конечно, существенно ограничивает человека, если эти расстройства имеют место. Нет варианта другого. Все равно выходить придется на улицу, ездить в общественном транспорте, да? А пациенты находят другие варианты, они вообще не выходят. То есть они сидят дома, теряют работу, учебу. По сути дела, состояние соответствует полному лишению трудоспособности. Само с инвалидами. Ну да, хотя инвалидность им дают редко. Скажите, пожалуйста, есть достаточно распространенное еще одно состояние, это панические атаки. Чем они проявляются и отличаются, чем от фобии? Фобия, она имеет конкретное содержание, направленность, то есть она адресна, по сути дела. Паническая атака, она часто сопровождает фобии, бывает, что и запускает фобию, например, агрофобию. Но по своей сути, это тревога недифференцированная. То есть это острое пароксимальное состояние тревоги. То я вас правильно поняла, любой фактор может эту паническую атаку спровоцировать. У фобии есть конкретный предмет, а паническая атака может возникнуть в любой момент на любой провоцирующий фактор. Она может возникнуть на любую ситуацию. Ну, как правило, это все равно фобическая ситуация изначально. Она может возникнуть на мысли об этой ситуации. Она может возникнуть абсолютно без причины. Понятно. Скажите, пожалуйста, говорят, что чаще возникают панические атаки у жителей мегаполисов. Мегаполис виноват, да? Количество людей, стрессов в огромном количестве, что панические атаки чаще. Вопрос в том, кто говорит, что они чаще у жителей мегаполисов возникают. Если говорить вообще о неврозах, представителем которых являются панические атаки, то неврозы в мегаполисе по статистике встречаются в сто раз чаще, чем у жителей села. Ну, соответственно, можно сказать, что панические атаки встречаются гораздо чаще. Ну, если так порассуждать, то мегаполис — это что? Это же стрессовая постоянная ситуация, высокий ритм жизни, большое количество информации, необходимо соответствовать, большое количество народу, машин, шум. Всё это вызывает постоянное чувство напряжения, да, которое у личности с особым складом характера может перевести в тревожные расстройства, в депрессивные состояния. То есть, что конкретно мегаполис вызывает панические атаки, я бы так не сказал. То есть, психические расстройства могут быть разные. В мегаполисах население страдает, да, чаще. Ну, а скажите, пожалуйста, есть тоже данные, что панические атаки чаще возникали, и вообще характерны для взрослых, когда личность уже сформирована. А появились данные, что и у детей они могут возникать? Это абсолютно неверно. Почему? Потому что у детей существуют страхи, которые тоже, точнее, тревога, которая возникает пароксизмально, просто она в классификации синдромов страха у детей не имела такого названия, как паническая атака. Они назывались недифференцированные страхи. По сути, это те же панические атаки. Скажите, пожалуйста, куда можно обратиться за квалифицированной помощью пациентам, у которых есть такие расстройства? В первую очередь, к сертифицированным специалистам, это к псиадрам, психотерапевтам, имеющим сертификат. У нас в городе конкретно есть отделение, доктора, которые занимаются такими проблемами? В психиатрической больнице существует три отделения, которые в том числе занимаются лечением тревожно-фобических расстройств, к которым относятся панические атаки. Это отделение амбулаторной психотерапии и отделение невротических расстройств, два у нас. Первое, шестнадцатое отделение. Спасибо. Сегодня о том, как избавиться от страхов, жить полноценной и счастливой жизнью, мы говорили с нашим гостем, кандидатом медицинских наук, ассистентом кафедры психиатрии, медицинской психологии, Омской государственной медицинской академии, Стаценко Олегом Александровичем. Спасибо вам большое. Спасибо.